Добрый день, Алексей Петрович. Добрый день. Наша сегодняшняя очередная встреча посвящена подведению итогов марта в Ленинском городском округе. В этом месяце было несколько актуальных тем, которые мы выбрали. Наш взгляд это снятие ковидных ограничений, ситуация с экономикой и сезонной хозяйственной работы. Начнем. Итак, самая, наверное, позитивная новость этого месяца это снятие антиковидных ограничений. Расскажите, а насколько хороша эпидемиологическая ситуация в Ленинском городском округе? Насколько благополучна? Наша совместная жизнь с ковидом продолжается уже без малого два года. И за это время, вы помните, мы прошли стадию непонимания, страха, наверное, какого-то, стадию максимальных ограничений, когда невозможно было въехать в соседние субъекты, ни в Москву, из дома практически было невозможно выйти. Ситуация последних дней характеризуется значительным послаблением в этой части. Но я могу сказать, до сравнения привести несколько цифр, у нас буквально несколько, пару месяцев назад на пике количество уявляемых заболеваний доходило до трех тысяч. Сейчас это в шесть, в семь раз меньше. И такие тоже цифры в нашем стационаре, в котором 494 койки, в настоящее время процентов на 30 всего лишь они заняты. То есть это 140-150 занятых, из которых следующая цифра местных жителей, то есть это жители Ленинского округа, это 8-10 процентов, в буквальном смысле 10-12 человек. Кроме того, текущее течение болезни, оно намного-намного слабее. Как вы видите, из цифр большинство лечится, наблюдается дома. И вот совокупность всех этих мер, а такая же аналогичная ситуация пропорциональна, она и в целом по Московской области, позволила руководству субъекта принять вот те значительные послабления с точки зрения нашей жизни. Это и отмена масочного режима, это и отмена социальной дистанции в транспорте, в общественных местах. Ну и очень важно для нас это возвращение спортивных культурных мероприятий с участием большого количества жителей. Ну и я бы такой еще момент отметил, очень важный для в целом отрасли медицины. Сейчас снижение вот этой нагрузки на первичное звено, на тех, кто находился на передовом рубеже, скажем так, вот приемы работы с обращающимися, с заболевшими, у нас возвращается плановая работа. Терапевты, вот этот вот первичный прием, выездные бригады, которые едут, педиатры, это все очень востребовано, это очень люди заждались именно вот такой плановой системной работы. Вы много встречаетесь с людьми. Скажите, а как вот на психологии людей сказался вот этот момент снятия ограничений? Ну, безусловно, безусловно, повторюсь, заждались. Заждались и в плане просто полечиться от чего-то другого, заждались нормальной, обычной, привычной нам уже вот той самой культурной жизни возможности посещать какие-то мероприятия. Но при этом могу отметить, что с одной стороны мы привыкли жить с ковидом, привыкли, вот именно такое слово. С другой стороны, вот это отмена ограничений, это плод общей иммунизации, те люди, кто провакцинировался, кто переболел, но при этом расслабляться откровенно рано, то есть нужно следить за уровнем своих антител, мы понимаем, что штамм мутирует, и вот та вспышка, которая сейчас на родине ковида в Китае, в Шанхае, мы видим, что там жесткие опять ограничения, чуть ли не опять запретом выходить из дома. Поэтому, повторюсь, в полном контакте с главным врачом и еженедельная статистика, смотрим за динамикой, будем сопровождать. Одна из самых обсуждаемых тем месяца – это, конечно, тема экономики. Сейчас происходят глобальные изменения и в мировой экономике, и в экономике Российской Федерации. На ваш взгляд, как скажутся эти изменения на экономическом потенциале Ленинского городского округа? Проще говоря, коснутся ли нас эти санкции? На Совете депутатов частично обсуждали этот вопрос. Мы не можем, как какой-то такой островок, жить вне повестки, и федеральной, вне повестки мировой. Возвращаясь к предыдущему вопросу, нас эти два года, конечно, очень серьезно потренировали в этом отношении, потому что логистические цепочки, вот эта транспортная составляющая, она была, может быть, порушена гораздо более жестко, чем сейчас. Но тогда это касалось всего мира. Сейчас мы понимаем, что мы находимся под беспрецедентным давлением, назовем это коллективным западом, и непонятен срок выхода из этих ограничений. Мы в плотном взаимодействии с нашим бизнесом, с крупным, с малым проводили встречи с банковским сообществом. Могу сказать, что паники нет никакой. Мы прекрасно понимаем, конечно, что будет все это дело развиваться, и продолжаем эти встречи еженедельно. В прямом смысле, настрой такой, настрой не о спасении бизнеса, я бы так вот для себя поймал на мысли, а его переориентирование, может быть, даже где-то развитие. Потому что очень отрадно было услышать, что да, что-то меняется в плане как раз рынка сбыта или рынка поставки на запад, но восток абсолютно открыт для всего там. И вопрос уже упирается не в нехватку, допустим, каких-то комплектующих, а именно в логистическую, в транспортную составляющую, оттуда вести дольше. Вот, тем не менее, во-первых, повторюсь, достаточно, ну, я бы не стал слово оптимистично, профессионально люди подходят к рассмотрению этих вопросов. Ну, и плюс ко всему, правительство и Российской Федерации, и Московской области уже в хорошем смысле натренированно реагируют пакетом антикризисных мер. Они еженедельно практически дополняются какими-то пунктами. Я могу выделить несколько. Мы оперативно доводим, и в качестве брошюры в электронном виде до каждого заинтересованного, то есть и в сетях у меня на странице все это дело есть. Инициатива о получении земельного участка за символический рубль в импортозамещающих отраслях, их там порядка 10-12. Это кредиты, потому что сейчас очень многие ушли от, скажем так, товарного кредитования, просят предоплату плюс меняющиеся цены. И этот пакет, он дополняется, повторюсь, ежепрактически дневно. Под руководством вице-губернатора Московской области Игоря Борисовича Трескова прошло совещание с участием Мининвеста, Минимущества, где стоял вопрос проработать с нашими крупными предприятиями, средним бизнесом, возможность создания дополнительных мест на их базе, вот уже функционирующих, мы их всех прекрасно знаем, взаимодействуем, и какая предприятию нужна поддержка, то есть, ну вот, если так сказать, за какие средства, допустим, из бюджета люди готовы расширить свою производство, чтобы поддержать. Это радикальная мера, могу сказать, но она как бы такая, знаете, как контрсанкционная или контркризисная. Мы прекрасно понимаем, что во главе, в общем-то, под ударом оказывается сейчас человек, и человек должен получать заработную плату для того, чтобы мог купить и товар первой необходимости, продукт, питание. И в этом смысле будем делать все, что от нас зависит. Повторюсь, если кто-то попал, скажем так, под сокращение, у нас крупных сокращений на территории округа пока не отмечено, есть предприятия, в том числе с участием западного капитала, которые приостановили свою работу, но продолжают выплачивать зарплату. Если кто-то попал, то нужно обращаться либо на телефон, соответствующий, который мы с вами сейчас укажем, либо можно даже на почту ко мне, мы будем отрабатывать каждый случай персонально. Ну, как мы понимаем, подобные меры, они потребуют определенных, значительных даже, наверное, расходов бюджета. Скажите, на ваш взгляд, не пострадает ли от этого реализация муниципальных и областных программ, запланированных на этот год? Во-первых, то, что я бы сказал, как раз в таких кризисных ситуациях бюджетники оказываются в более защищенной ситуации. Это уже практика последних двух лет показала. И сейчас абсолютное уверение, скажем так, или установка Андрея Юрьевича на том, что все выплаты социальные, в том числе заработные платы бюджета, все пособия должны быть выплачены, и это не обсуждается. Что касается расходов и участия в государственных программах, у нас в этом году первоначальный бюджет был очень хороший, 14 миллиардов, 6,1 миллиарда собственных доходов. Это позволяло нам участвовать практически во всех государственных программах возможных, включая благоустройство, ремонт дворов, дорог, и продолжать можно до бесконечности. Сейчас совместно с Минфином анализируем эту ситуацию. Где-то число к 15-му, к 20-му будем готовы, я думаю, уже понимать те доходы, которые у нас будут, потому что они определяют то, что мы можем потратить, выйдем на совет уточнять бюджет и понимаем, что чем-то, конечно, придется пожертвовать. Вот так как для себя мы это формулируем, что пожертвовать, по крайней мере, в текущий момент придется красотой, каким-то благоустройством общественных территорий, может быть, реконструкцией дворов, а у нас каждый год по 10% дворов на протяжении 7 лет все-таки комплексно благоустраивалось. И тоже для себя понимаем, от больших празднований, торжественных мероприятий тоже наверняка все-таки уйдем, и не время, и накладно все это дело. Тем не менее, абсолютных цифр пока сказать не готов, повторюсь, где-то к середине апреля будет понимание наших доходов и, соответственно, что мы можем позволить себе в расходах. Ну, видимо, примерно к нашей следующей встрече, скажем так. Ну, я думаю, там уже будет определенность, при этом повторюсь, абсолютная установка губернатора, что все социальные объекты, школы, сады, поликлиники, которые, ремонт дорог, участие в государственных программах с участием федерального бюджета, федерация продолжает свое финансирование всех тех программ, которые было, оно будет продолжаться и будет доведено. Отлично. Ну, закончить наше небольшое интервью я бы хотел, наверное, тоже на позитивной ноте. Пришла весна, но в связи с этим возникает вопрос, какие сезонные хозяйственные работы предстоит сделать в первую очередь, на ваш взгляд? Какие вопросы решить? Правильно вы говорите, никогда не заканчивает, есть сезонность. Мы с вами относительно недавно были, знаете, весна – это всегда таяние снега, это подтопление и вытаивание всех тех самых подснежников, всего мусора, который за зиму накопился под красивым белым снегом. Если снег сходит достаточно плавно, и несмотря на то, что локальные случаи подтопления бывают, но тем не менее мы знаем, как с ними бороться, и более того, работаем где-то превентивно, где-то понимаем, что надо сделать, чтобы в следующем году было еще лучше, то, что касается прихода полноценной весны и, скажем так, уборки территории пространства вокруг нас, то действительно апрель – это месячник благоустройства, то есть все это время и мы начинаем, что называется, чистить перышки, и все предприятия округа по закрепленной территории занимаются этим. 16 апреля пройдет областной субботник, но, повторюсь, областной субботник – это все-таки праздник, когда мы должны выйти, предоставить каждому желающему возможность внести свою лепту, раздать инструмент, грабли, лопаты, и с тем, чтобы люди влились в этот дружный коллектив. Но этой работе будет посвящен весь наступающий месяц, и предлагаю как раз результатам этого месячника благоустройства коснуться в следующий раз. – Отлично. Спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике и ответили на наши вопросы. – Спасибо вам и до новых встреч. – Субтитры создавал DimaTorzok – Субтитры создавал DimaTorzok